Командирам отрядов представить отряды! Наш девиз! Дорога, сплоченная, ответственность есть! Мы локомотив, и это наша честь! Это традиционное приветствие, без которого не обходится ни одно подобное мероприятие. В короткой кричалке дивизии ребята умудряются выразить свои цели и жизненную позицию, которая, кстати, должна быть правильной. В студенческие отряды всех подряд не берут, а если в зачетке красуются тройки, то о романтике трудовых семестров вообще можете забыть. Девчонки из отряда «Локомотив» прилежно учатся в УЗИ и уже готовы отправиться в путь в качестве проводников пассажирских вагонов. Мы едем в депо Москва-Киевское и будем катать рейсы на Адлер, на Анапу. Ребята из отряда «Ребята» еще не знают, на каком объекте будут трудиться этим летом, готовы к любой, даже к физически сложной работе. Наверное, поэтому девушек в коллективе очень мало. Вам за это платят? Деньги не главное. В основном строятряды идут за душой, но заработная плата, конечно же, и присутствует. По словам директора краевого штаба студенческих отрядов, за два летних месяца бойцы могут заработать по 100 тысяч рублей на строительстве дорог или мостов. А вот меньше всего зарабатывают участники педагогических отрядов от 7 до 9 тысяч. Мы сегодня проводники только желанием ребят. Они создали отряд, захотели стать путинным отрядом. То есть поехать за Сахалин, на рыбоперерабатывающие заводы. Пожалуйста, мы организуем трудоустройство ребят, организуем их там. Бойцы студенческого отряда «Алтай» в ближайшие дни разъедутся по объектам не только нашего региона, но и страны. Будут работать в Артеке, Орленке, Вожатыми, трудиться на сельхозобъектах и курортных зонах Республики Крым. В конце августа вернутся домой, чтобы уже через пару дней вновь сесть за парты. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости.